ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Выстраиваются группами отдельными. Какое-то движение есть по пятнам. Она такая декоративная вещь играет. Здесь не имеет значения лица, лица нет получается. Главное – движение фигуры и пропорции фигуры. Лица у туристов не прорисованы, ведь главная задача – показать движение. Так о своей работе рассказывает художник Сергей Придеин. Этот пейзаж он написал позапрошлым летом в селе Чусовом. Художник поясняет – наброски приходилось делать быстро. Персонажи постоянно передвигались, собираясь сплавиться по реке, но в итоге композиция получилась. На счету Сергея Придеина несколько сотен картин, правда, сам художник скромно отмечает. Счет вести и не пытается. Пишет в основном красоты уральской природы. Главное, говорит, рисовать такие пейзажи – это и удовольствие, и кропотливый труд. Обычно начало достаточно трудно идет, потом постепенно распишется, бывает, потому что художники не могут остановиться, не могут. И самое главное в конце не испортить работу, потому что пишешь, пишешь, смотришь, лучше бы я остановился. Утром встаешь, смотришь, там нет, уже подпортило работу, надо обратно возвращаться. Стать художником Сергей Придеин решил еще, будучи школьником. Поступил в Нижне-Тагильский педагогический институт на художественно-графический факультет. А затем, после переезда в Первоуральск, пришел в детскую художественную школу преподавателя. И вот уже больше 30 лет обучает детей искусству живописи. Подбирать оттенки, прорисовывать тени, выстраивать правильно композицию. Всему этому научиться можно только глядя на работу самого педагога, уверен мастер. Можно методикой уйти, защищать там всякие диссертации, но художники больше предпочитают реально работать с натурой, с пейзажем, натюрмотом и так далее. То есть, если кто так не научит, то десант показывает, что невозможно все объяснить ребенку, как нужно работу сделать, особенно в живописи. Можно там все исписать, он все равно не поймет, пока не покажешь один раз. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в Первоуральской художественной школе периодически выставляются работы самих преподавателей. К своему юбилею Сергей Придеин решил показать не только авторские работы, но и картины дочери Влады. В отличие от своего отца, девушка использует другие техники, смешивает их, экспериментирует. Работает акварелью, гуашью, спиртовыми маркерами. Поталь, пленочка такая, под золото разных оттенков. Акрил – это уже покрытие, вот эти вот основы, это красочная основа получается. И, видимо, перманентный маркер. Я предполагаю, что все-таки вот эти вот разводы, это интересные. Но работа выглядит прекрасно. Поэтому получилась работа, и сами видите, что интересно очень. Я даже не сразу же знал, что это народный дом. Посмотреть выставку работ Сергея Придеина и Влада Поспелова можно в Первоуральской детской художественной школе до 19 марта. Вход по предварительной записи. Кристина Сипьёва и Владимир Махмутов, Интера ТВ.